Привет! Меня зовут Кира и сегодня я приготовила для вас челлендж 100 лиц. Не могу сказать точно зачем, но специально для этого видео я отсняла все свои работы в процессе. Так что сейчас вы увидите 100 спидпейнтов. Параллельно я буду рассказывать о плюсах, минусах и трудностях, с которыми я столкнулась, пока выполняла этот челлендж. Так что приятного вам просмотра. Надеюсь, вы выдержите все видео. Вообще, можно сразу, наверное, сказать, что самое сложное в этом челлендже лично для меня было не рисование лиц, а заставить себя включить камеру, чтобы записать все эти спидпейнты. И, честно говоря, я даже думала отказаться от идеи снять все 100 спидпейнтов, потому что, ну, это, правда, очень муторно каждый раз включать камеру, с учетом того, что я не выделяла себе отдельное время для рисования лиц. То есть, ну, как сказать, я рисовала их постепенно, между делом, после работы приду, сделаю там один портретик. Выходные, там, штук по 10, по 8 делаю. Ну, так, знаете, размеренно, чтобы особо не напрягать себя этим челленджем. Из плюсов, наверное, могу сказать то, что я стала чуть более уверена делать именно скетчи портретов. Если раньше я пыталась вылизать все это дело, довести до того, ну, доводить похожесть уже не первыми чертами, там, грубо говоря, первыми линиями, пропорциями, а уже потом, задавая тени, соли листок, там, чуть ли не до дыр, затирая его карандашом. Сейчас мне стало это делать намного проще, и за 5 минут уже получаются более-менее похожие портреты. Ну, еще одна сложность была... ладно, окей, еще одна сложность была в том, что нужно было искать очень много референсов. У меня, в принципе, были референсы для портретов, но их приходилось выуживать из ВК, из Пинтереста, отовсюду, короче, где я могла их, в принципе, сохранять. И для удобства я их просто храняла в отдельную папочку с референсами именно для этого челленджа. Ну, на самом деле, да, челлендж занял у меня достаточно много времени. Я, когда начинала монтировать видео, я пыталась посчитать, сколько всего часов у меня было задействовано для этого видео, ну, для этого челленджа, сколько я потратила на создание всех столиц. Но я забыла об этой идее очень быстро, посчитав всего, там, два часа, но это даже не одна пятая, наверное, даже не одна шестая. Всего получилось 87 гигов видео. Я засняла все 100 спидпейнтов, но, походу, штуки три все-таки потерялись в процессе перекидывания их с компа на комп, с фотикой на комп и так далее и тому подобное. Я не удивлюсь, если какие-то несколько еще могли потеряться при монтаже. По поводу лиц, портретов, зачем мне все это было нужно. Портреты, лица я рисую давно. Конкретно с портретов, наверное, я начала вообще рисовать, потому что еще до того, как я решила более-менее серьезно заняться рисованием, я в школе порисовывала портреты. И, на удивление, для человека, который не учился абсолютно нигде, они получались, в принципе, похожими. И даже не отвратительными, не ужасными. Я, в принципе, сейчас не могу на них посмотреть, и меня не сильно перекосит от их вида. И портреты то и дело мелькают у меня в творчестве. Хотя я вижу, что какие-то другие, например, темы у меня получаются намного лучше и проще. Например, даже анималистика у меня выходит намного проще. Она мне легче дается, чем те же люди. Хотя люди, в принципе, сложные для всех объект изображения. Но животные мне даются намного проще. Ну, конечно, вообще в линейку не ставим пейзажи и фоны, потому что это для меня темный лес, который я, честно, даже боюсь пока что залезать. Но когда-нибудь настанет его время. И когда-нибудь я устрою себе челлендж 100 фонов. Я клянусь, когда-нибудь вы увидите это на этом канале. Возможно, я не буду так глупить и разобью на две части, и будет по 50. 50 фонов, а потом еще 50 фонов. По поводу того, что вы сейчас смотрите 90 с хреном, 97 было спидпейнтов, я могу вам вот что сказать. Я не знаю, зачем я это сделала. Я могла просто сделать обзор. И да, обзора полного здесь не будет. Поэтому, если вам интересно посмотреть, просто посмотреть все наброски, которые я сделала в течение этого челленджа, напишите об этом, пожалуйста, в комментарии. Потому что я решила просто не делать этот подсъем, а ставить просто спидпейнты. Потому что на большей части там видно, что я рисую, как рисую. Ну, если вы успеете разглядеть за 8 секунд, или сколько будет длиться это видео. Я, по сути своей, сделала все эти спидпейнты для себя. Мне было интересно потом посмотреть на все вот эти вот труды, на всю эту боль, как я после работы в 11 часов вечера сижу и рисую этот портрет. Знаю, что завтра у меня опять на работу. И еще плюс то, что я теперь с меньшей ленью, мне кажется, буду доставать камеру и что-то снимать, после того, как я снимала каждый этот чертов спидпейнт, что тоже мне сейчас необходимо. Потому что иногда я хочу записать какой-то спидпейнт и сделать под него разговорное видео, но мне очень лень доставать камеру, ставить все это дело. Пусть, да, я не заморачивалась ни со светом, ни с ракурсом особо не заморачивалась, хотя я попыталась потом как-то это разнообразить дело. Но все равно это дало свои плоды определенные. Так, ладно, вернемся, на самом деле, к самому челленджу, потому что я куда-то вообще мимо кассы отошла. Я подозреваю, что многие могут сказать, что на самом деле смысла это не имело, поскольку я не особо стараюсь над каждым рисунком. И вообще там были отвратительные некоторые кадры, которые мне даже видеть не хочется, но вырывать я эти листы из скетчбука, конечно же, не буду. Я заметила за собой такую вещь одну. Я сейчас еще параллельно веду челлендж Кеши Коган по животным. И вот, например, первая треть, наверное, ее челленджа – это млекопитающие, там очень много кошек, очень много всяких, ну, типа львов, там вот всяких таких животинок. И мне очень тяжело их рисовать. Я очень долго пытаюсь найти их черты. Я очень долго пытаюсь потом вырисовывать все это, чтобы было как-то похоже на то, как оно выглядит. А сейчас я уже подошла к блоку с птицами. И знаете что? Эти скетчи не занимают мне больше, там, трех минут, наверное. Потому что я отрисовала довольно много птиц на своем личном челлендже, который я устраивала в том году. И мне уже не так страшно рисовать их перья, их головы, крылья, хвосты. Рука уже, в принципе, сама ведет. И тут я допустила эту же логику, что если я просто тупо буду постоянно этим заниматься, то оно у меня просочится под пальцы и останется там навсегда. Естественно, если я буду регулярно повторять действия. Поэтому я считаю то, что челленджи, которые рассчитаны не на качество, а даже пусть на количество, они все равно имеют место быть. Они все равно способны принести пользу тому, кто их выполняет. Это 100% и доказано моей шкуре. Да, возможно, это не суперэффективно, но это не напрягает очень сильно. Особенно, если вы не будете снимать спидпейнт на каждый, блин, скетч. Это не заморачивает сильно, но при этом все равно вы развиваетесь в этом плане. И это прям суперздорово. Я с удовольствием, на самом деле, продолжила бы рисовать по 100 штук чего-нибудь. И я подумаю еще, что снять на такой же примерно челлендж, чтобы развивать какие-то еще темы, предметы, научиться какие-то новые рисовать. Ну вот, да, те же фоны. Я обещаю сделать челлендж. Надеюсь, я в этом году дойду до этого и исполню вот такую вещь. Я даже, на самом деле, не знаю, что вам сказать. Мне, в принципе, понравилось рисовать, и мне понравились некоторые мои работы. Даже так бывает в этой жизни. Мне понравились некоторые портреты, которые я сделала. Некоторые, конечно, суперотвратительные. Но, да, и такое бывает. И я не вижу смысла, на самом деле, здесь долго разговаривать. Надеюсь, вы насладитесь просмотром моего дебилизма в плане съемки всех 100 лиц. Так что я оставлю вас наедине. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 что вы это сделали. Если вы слышите сейчас мой голос, то я вас просто обожаю серьезно. Спасибо, что смотрите мои ролики и поддерживаете меня лайками, комментариями, подписками. Мне это сейчас супер важно, потому что я только начинаю, и мне жизненно необходимо понимать, что кому-то это заходит. Да, спасибо всем большое еще раз за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите увидеть обзор всех 100 лиц, напишите об этом, пожалуйста, в комментарии. И буду ждать от вас комментариев по поводу в принципе подобных челленджов. Стали бы вы в таких участвовать, может быть, вы участвовали уже. И, возможно, у вас есть какие-то идеи для новой сотки для меня. Поэтому безумно жду, хочу увидеть ваши комментарии. Поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь. Здесь будет дальше очень много крутых видосов. На подходе уже, кстати, обзор январьского скетчбука. Внимание, 100 страниц. Я смогла это сделать все-таки. Ладно, на самом деле, у меня осталось 18 страниц. И сегодня 30 число. И я его, блин, добью. Я обещаю. И с гордостью покажу вам скетчбук, в котором будет 200 рисунков, заполненные мной за январь. Поэтому жмите обязательно подписки, лайки, рассказывайте друзьям об этом видео, о том, что у меня будут еще крутые видео. И жду вас в следующем. Всем пока.